Поверните соседу, я вижу, вы как-то немножко так, не улыбайтесь, поверните соседу, скажи, Господь с нами, Бог с нами, Бог с нами, Он пришел в жизнь нашу, слава нашему Богу, аминь. Это чудо, Бог сотворивший вселенную, Он с нами, Он со мной. В Матфея в первой главе 23 стихом написано, Дева в очреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил, с нами Бог, аминь. Вы знаете, в следующие несколько недель мы будем говорить именно об этом, об Иисусе Христе, о том, что Он пришел на землю, и Он сегодня среди нас, Он сегодня среди нас, Он сегодня рядом возле меня. Знаете, как-то для меня это особенное какое-то такое чувство, почему? Потому что несколько дней назад, может быть, даже пару недель назад в одной из моих молитв как-то было так тяжело, трудно, и, проходя какие-то свои переживания, в крики, я обратился к Богу, говорил, Господь, почему так тяжело? Ты где? И через несколько секунд, или, может быть, минут, я внутри слышу этот голос. Господь, я рядом, я с тобой. И когда я это услышал, я хочу сказать, как-то все по-другому стало, сразу чувства другие, Господь рядом. Иногда такое понимание, что как будто его рядом нет, как будто не видишь его. Хорошо, когда в жизни есть горы, когда мы поднимаемся на горы, смотрим, все хорошо, красиво в жизни, когда есть какие-то финансовые благословения, когда есть здоровье, когда есть успех, когда все кажется классным, и ты как бы на вершине горы. Кто знает это чувство, да? И ты смотришь вокруг, и ты видишь, слава Богу, Бог со мной, Господь ведет меня. Но есть совершенно другие моменты в жизни, когда человек спускается в долины, и проходя какими-то долинами, или суетой жизни, мы иногда как бы задаемся вопросом, Господь, ты где? Ты где? И когда мы останавливаемся, Господь, Он говорит о себе. Вот такой у меня был момент, и когда Господь ко мне проговорил вот это слово, я с тобой, я прям почувствовал, что об этом нужно проповедовать. Я почувствовал, что об этом нужно проповедовать. Если пастор иногда чувствует, что сложно, тяжело в жизни, что иногда кажется, Господь, ты где? То я думаю, что абсолютно каждый человек иногда так же чувствует. Кто из вас чувствует, что как-то Господь, где ты? Где ты? Вот сегодня об этом я хотел, после этого я начал смотреть мысли, чувствовать, и вот что я увидел, то, о чем я сегодня хочу поделиться. Проповедь моя называется сегодня «Эммануил в долине». Эммануил в долине. Вы знаете, наша жизнь, или как бы наш ландшафт, или же природа, есть долины, а есть горы. Мы в красивом таком месте живем, правда, вокруг горы, но мы с вами живем где? В долине. Иногда мы поднимаемся на горы, но чаще всего мы, или больше всего времени мы проводим где? В долинах. Больше всего времени. И знаете, это часть жизни. И горы, и часть жизни долины. И больше времени мы проводим именно в долинах. Знаете, что я, когда я рассуждал об этом символическим языком, говоря, символическим. Если гора это какой-то экспириенс с Богом, то что такое долина символическим языком? И вот, что я понял, что духовно мы с вами растем именно в долинах. Я увидел в своей личной жизни о том, что именно близкие отношения с Богом формируются именно когда мы проходим долины. Тогда ты знаешь Бога лично. Ты познаешь Его лично. Выходя из долины, люди, которые проходят долину, они выходят из нее другими. Они выходят другими. И поэтому апостол Павел и Петр, если вы почитаете и в послании Петра, и в Иакова, и в Римлянам очень много, они говорили о том, что радуйтесь. И они говорили, когда радуйтесь? Не когда вы на вершине горы. Не тогда радуйтесь. Они говорили, когда вы что? Когда постигают вас какие-то испытания. Искушение. Почему они говорили, радуйтесь? Очень часто, когда мы читаем эти места, там написано, потому что именно долины или эти испытания, они что делают? Они производят в нас терпение. Хорошее слово. Давайте скажем слово терпение. В английском языке мне вообще нравится это слово. Там чаще всего используется не терпение, а endurance. Endurance – это не patience. Endurance – это немножко больше, чем просто терпение. Это происходит какая-то закалка. И потом, как результат этого, что самое интересное, они говорят, что после того, когда человек получает вот эту endurance или же закалку, он становится человеком совершенным. Долины нужны каждому человеку для того, чтобы стать совершенным, для того, чтобы получить внутреннюю закалку. И сегодня я, когда я начал об этом рассуждать, я увидел, что да, долины – это часть нашей жизни. Но, Господь, как нам проходить эти долины? И сегодня я хотел именно сказать о том, что Бог, Иисус, Он с нами в каждой нашей долине. В каждой нашей долине. Иногда мы этого не замечаем, но Он с нами в наших долинах. И когда я начал об этом рассуждать, я вспомнил много долин в Ветхом Завете. И я хочу несколько из них рассказать или показать нам всем. И я понял, что в долинах в основном проходили битвы. В долинах формировался характер человека. В долинах открывался Бог каким-то особенным образом. Именно в долинах. И первая долина, которую я хотел с вами поделиться или со всеми нами, называется Долина Сидим. Долина Сидим. В Ветхом Завете был один момент, когда в первом бытие, в 14 главе, собрались несколько царей для войны. И они начали воевать друг с другом. Я не хочу всю историю читать и рассказывать. Но суть именно в том, что было. Когда одна армия пошла против другой, и царь Содома и Гаморы, они начали убегать от противника. И когда они начали убегать, они стали попадать в смоляные ямы. И там стали застревать. И я увидел, что каждый человек, он проходит моменты долины, где случаются какие-то падения или же неудачи. Но что самое вот важное, то, что я хотел сегодня озвучить, это то, что каждый человек, он может попасть в смоляную яму. И если человек попадает в смоляную яму, ему тяжело оттуда выбраться. Но суть долины это в том, что Иисус, он и в долине, где много смоляных ям. И он готов человека поддержать. Он готов человека вытянуть с любой неудачи, с любой проблемой, в которую он попадает. Сегодня Иисус, он приносит освобождение. Он пришел на землю именно для того, чтобы принести нам что? Свободу. Он принес нам победу. Он дал нам силу для победы. Он дал нам все необходимое. И сегодня этот Иисус, он проходит с нами даже те моменты, когда мы иногда попадаем в смоляные ямы. Что это за смоляные ямы могут в нашей жизни быть? Это может быть яма, которая как-то засасывает. У человека, у кого-то это может быть просто яма какого-то алкоголя, какой-то зависимости, каких-то может быть сайтов. Может быть просто это какие-то азартные игры. Какая-то финансовая такая затяжная яма. Может быть вещи, которые человек просто не может освободиться. сегодня радость в том, что Иисус, он проходит эту долину вместе с нами. И он готов вытащить любого человека, который скажет, Господь, Иисус, ты пришел на землю, вытащи меня. Сегодня я хочу сказать всем нам, в какой бы ты яме ни находился, не живи там, не сиди там. Она затягивает, она убивает, она делает все, чтобы просто нас обезоружить. Но есть спасение в имени Иисуса Христа. Эммануил, Иисус, он пришел, он проходит эту долину вместе с нами. Эмман, церковь? Сегодня есть выход в Иисусе Христе. Эммануил освобождает сегодня каждого из нас. Эмман. Следующая долина, Сакхоф, долина. Долина борьбы и конфликта. Это та долина, когда Израильский Истан, он на одной стороне был, филистимляне были на другой стороне. И они послали своего Голиафа для того, чтобы позорить имя Божье. И когда он позорил, вышел Давид. И вы знаете, что произошло. Именно в этой долине произошла эта битва. Долина конфликта. Долина битвы. Иногда в нашей даже жизни, я аллегорическим языком вижу, что иногда мы становимся по разные стороны долины. Например, муж может стать на одну сторону долины. А жена может стать на другую сторону долины. И как бы борясь друг с другом. Или иногда друзья могут становиться по разные стороны долины. Или на работе босс, подчиненным человеком. И мы как бы стоим в этих долинах, находясь в них, и пытаемся бороться. И бороться иногда даже друг с другом. Суть именно в чем этой долины была в том, что Давид, он понимал, что с кем нужно бороться. Иногда он не убивал людей, потому что он понимал, что Бог работает с ним через этих людей. И сегодня в этой долине иногда попадаем мы с вами. Знаете, чаще всего я заметил, что каждый человек, он себя видит в подобных конфликтах или в подобных долинах Давидом. Никто себя не представляет Голиафом. Вот я Голиаф. Все себя видят Давидами почему-то. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Все видят жертвами, все видят, что я прав, что со мной Бог. Где-то враг на меня восстает. Где-то что-то происходит. А Иисус иногда говорит, тебе не нужно борьбу здесь вести. Тебе не нужно бороться с твоими близкими людьми. Тебе нужно эту долину, когда тебе кажется, что вот он враг твой. Просто проходить. Проходить. И выходить из нее. Именно, церковь. Сегодня необходимо очень много веры, чтобы проходить такие долины. В своих близких людях не видеть врага. Для этого нужно много веры. Много веры. После того, что, может быть, произошло, слова, какие-то вещи были сказаны. Увидеть, что, Господь, мы пройдем это с Тобой. Ты пришел на землю. Ты со мной. Иисус, ты со мной. Ты Эммануил. Мы пройдем эту долину. И враг, он не победит, он не раздавит меня. Не раздавит наши отношения. А наоборот, мы станем крепче. Весь народ скажет. Амин. Следующая долина. Долина Эсхол. Это по-русски Эсхол. Не переведите это неправильно по-английски, это слово. Но так называется долина. И в этой долине, интересно, что-то тоже происходило. Что-то происходило в этой долине. Когда Израиль подошел к обитованной земле, и вот они остановились в этой долине Эсхол. Или Эсхол, как правильно сказать, не знаю. Ну, остановились в этой долине, короче. И они послали своих 12 саглядатов, чтобы они пошли и посмотрели землю, где, куда они идут. И когда они вернулись с этой просмотра, они вот начали там разговаривать. И вот эта долина, она символизирует долину как бы испытания. Долина испытания. Долина испытания. И двое из этих саглядатов, они сказали, мы сможем пойти. Мы сможем победить. Десять других, они говорили, вы ненормальные. Там люди другие. Там люди огромные. Мы ничего не можем. Мы не можем. Вы смотрели на них? Они огромные. Вы смотрели на себя? Мы такие маленькие, как саранча в их глазах. Мы ничего не можем. Мы евреи, которые вышли из Египта. Мы беженцы несчастные. Мы беженцы в этой стране. Мы ничего не можем. Они так себе нарисовали картину. И это была долина их испытания. Если бы они прошли эту долину, они бы вошли в обитованную землю. Они бы смогли пойти дальше, но они остановились, потому что они реально оценили себя, но недооценили Бога, который был с ними. Вывел их, провел их через чудеса огромные. Он провел их через огромные чудеса. И здесь в какой-то момент они все забыли. Ой, а что-то было, мы не знаем. А что там с морем было, тоже не знаем. А вообще, какие-то были чудеса. Мы ничего не... Мы маленькие. Они увидели себя. Это был момент их испытания. Сегодня каждый человек проходит эту долину. Ты кто? Я человек. Ты какой человек? Я беженец. С Украины или России, да? И что ты можешь? И все? Да нет-то, Бог есть где-то. Он как-то там был со мной где-то. Пару раз я видел. А сейчас? А сейчас не знаю. А Бог нам говорит. Я открывал море. Я делал для тебя столько много благословения. Но это было в прошлом. Я могу сделать еще больше в будущем для тебя. Именно, церковь? Кто из вас видел чудеса в своей жизни от Бога? Есть такие люди? Вы все видели. Посмотрите. Вот еще раз давайте. Поднимите руки и посмотрите друг на друга. Весь зал. Все. Все говорят. Мы видели чудеса Божьи. Все говорят. Все. Каждый человек. Вы сами свидетельствуете. Если мы свидетельствуем. Если Бог раньше делал. Как вы думаете, у Него рука ослабела? Он стал другим? Он стал хуже? Нет. Сегодня он говорит. Как ты проходишь эту долину сегодня? Как ты видишь себя? Как ты уповаешь на Бога? Или ты рассчитываешь только на свои силы? На свои силы. Вот у меня здесь есть свои силы. Вот такие мышцы у меня. Вот такая у меня семья. Вот такие мои дети. Столько у меня финансов. И все. Или ты уповаешь на Бога, который пришел на землю и который сказал, я с вами. Иисус говорит, я с вами. Эммануил. Эммануил. Я с тобой. Там, где ты находишься. И я могу сделать несравненно больше в твоей жизни. Потому что я Эммануил. И то, что ты видела раньше или видел раньше, это хорошо. А теперь сейчас. Осознай это. Не протормози. Как те десять. Они просто затормозили. И из-за них тормознул весь народ. Бог сказал, большинство. Тяжело поменять народ. Нужно менять со временем. Пока им не дойдет, что я с ними, я с ними, я с ними. Если я с ними, кто? Может быть больше. Это помните, как раньше история такая была. Там кто-то один такой здоровячок. В детстве нашем били там друг друга. Помните, да? Он всегда... Мы говорили, что... Встают и говорят там, кто против меня? Кто против меня, да? Если там кто-то там такие слабенькие, говорит, а мы с ним, мы с тобой. А если какой-то еще сильнее поднимается, говорит, а кто против меня? Вот это точно подобно тот момент. Если мы на себя видим эти... Что мы можем... Что мы можем победить. А с нами Господь Иисус. Победитель. Бог. Творец вселенной. Бог с нами. God is with us. God who created the whole universe. Just think about this. Просто подумай. He created everything. Universe. He came to this earth. На землю. Он говорит, теперь я с вами. Я с тобой. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Бог достойный славы. Аминь. Следующая долина. Это долина смертной тени. Долина смертной тени. В Псалме в 22-м, 4-м стихе написано. Давид говорит. Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокоят меня. Я верю в то, что долина смертной тени, это еще одна долина, которую каждому человеку рано или поздно нужно будет пройти. Иногда мы подходим близко очень к этой долине. Иногда мы подходим очень близко к этой долине. Знаете, по своей жизни были моменты, когда я подходил очень близко к долине смертной тени. Вчера вечером с детьми как-то мы сели просто, часов 9 вечера, и что-то начали вспоминать, вспоминать. Мы с Олей принесли свои старые альбомы. Альбомы, знаете, старые альбомы, кто помнит, что такое еще альбомы. Начали вспоминать фотографии, смотреть. Я дошел до фотографий свадьбы моих родителей. Взял их фотографию, смотрю, они такие молодые. Свадьба. Катя спрашивает, а что тут у мамы такое, у твоей бабушки на голове-то было такое? Я говорю, это был самый пик моды. Странно как-то. Потом взял другую фотографию, 40 лет спустя. Уже эмоций много подошло. Ариана уже подошла, такая села возле меня, начала обнимать. Чувствительная такая ребенок у нас. А просто обняла и сидели дальше. И мы начали вспоминать. Я говорю, и мы вспомнили, 6 лет назад. Рождество, близко к Рождеству. Мы в даунтауне, в Портленде, в даунтауне, поехали. Ёлка, классно. И тут звонок. Звонит папа. Говорит, не знаю, что-то с мамой очень плохо. Я думаю, что она умирает. И в этот момент погасли огни на елке. Просто все сжалось внутри. Говорит, папа, будь на связи, будь на линии. Мы берем второй телефон, и мы вызываем 911, чтобы они поехали туда. И мы бросаем все, садимся в машину и просто летим. Приезжаем к ним в апартамент. Стоит эмбуланс. Маму пытаются откачивать. Забрали ее в госпиталь. Мы поехали туда. Провели ночь там. Это была самая кошмарная ночь. Молился, исповедовал, провозглашал, призывал. Полностью истощенные. Мы поехали отдохнуть. И той ночью или те пару часов, которые мы смогли отдохнуть, Оля видит как бы видение, но она говорит, это был то ли сон, то ли видение. Сидит мама на кровати. Волосы распущенные, красивые. И говорит, детки, у меня все хорошо. У меня все хорошо. И после этого так она и не пришла в себя. И мы ее похоронили. Но сколько было этих переживаний, долина смерти. Это не смертная даже тень. Это долина смерти, которую проходишь. Знаете, иногда я встречаюсь с людьми, с некоторыми из нас, других людей, которые подходят к этой долине смертной тени. И я видел, как некоторые выходили из нее, а некоторые так и не выходили из нее. Они проходили, и потом мы вместе отправляли их в последний путь. Но это долина реальная. Долина тени смертной. Что хочу здесь несколько мыслей сказать. Мы сейчас будем молиться, Вась. Хочу сказать несколько мыслей здесь. Это то, что эту долину рано или поздно придется всем. Один звонок может поменять абсолютно все. Вы знаете, что долину, такие долины, вообще любая долина, ты не можешь ее поставить на скеджил. Ты не можешь ее внести в свой календарь. Не можешь. Ты не можешь долину запланировать. Ты не можешь такие звонки предугадать, предусмотреть, предвидеть. Они приходят. И это часть жизни. Часть нашей с вами жизни. Горы красивые. Состояние с Богом великолепное. И есть долины, которые нужно пройти каждому человеку. И благословен тот человек, который со своими родителями проходит эту долину. Они родители проводят своих детей через эту долину. И самое утешительное то, что вы знаете, что есть моменты, когда ты реально проходишь долину смерти. А есть долина тени смертной. Я вижу здесь несколько различий. Почему? Потому что сатана очень часто он нас пугает смертью. Он нас пугает смертью. Он нас пугает разными вещами. И это не смерть долина. Это всего лишь долина тени смертной. Неделю назад приблизительно один человек мне рассказывал. Говорит, сплю ночью, открываю глаза. Возле моей комнаты стоит человек. Такой серый. И говорит, и внутри я знаю, что это смерть. Стоит человек. И я знаю, что это ангел смерти пришел. Сегодня духовный мир или мир, в котором мы живем, он такой интересный. Он такой богатый. В нем есть ангел Божий, ангел света. Есть демоны, есть ангел смерти. И сатана, он пытается сегодня пугать каждого человека. Абсолютно каждого человека. Он пугает тебя. Он пугает меня. Он пугает каждого человека. Каждого. Он хочет запугать каждого человека. Но самая хорошая здесь новость в том, что тень, это не сама смерть. Мы никогда не попадали в аварию от тени машины. Правильно? Никто из вас не покалечился от тени машины? Никто не покалечился. Но от машины ты можешь покалечиться. А от тени машины мы не можем покалечиться. Если есть тень, есть две хорошие новости. Первое. Это то, что где-то есть свет, который производит эту тень. Правильно? Тень, она появляется в результате того, что где-то есть свет. Есть свет где-то. Если есть свет, значит Господь с нами. Он есть свет этому миру. Иисус, Он наш свет. Он рядом. Он рядом. Что нужно сделать? Просто отвернуться от этой тени. Повернуться к свету. Повернуться к свету. И тень, она исчезает. Иисус, Он с нами даже в тени, в смертной долине тени смертной. Сегодня хотелось бы, чтобы мы могли помнить это то, что Господь, Он с нами всегда. Если есть тень, не поддавайся на эту тень. Повернись к Иисусу. Он наш Эммануил. Он наш Эммануил. Он с тобой везде. Свет есть. Свет рядом. Он с тобой. Поэтому сегодня не стоит, не стоит отчаиваться или же опускать руки. И последняя долина, которую я хочу привести в пример. Долина Бака. Долина Плача. Еще одна долина. Не знаю, как у меня сегодня получается проповедь. Вдохновляющая, не вдохновляющая. Веры, не веры. Но есть еще долина Плача. Может быть, кто-то скажет, плачь, как-то не наша тема. Давайте почитаем. Восемьдесят третий Псалом, шестой стих. Блажен человек, которого сила в тебе. Счастливый тот человек, у которого его сила не в нем, а в ком. В тебе. И у которого в сердце стези направленные к тебе. Проходя долину Плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывают ее благословением. Приходят от силы в силу. Являются пред Богом на силу. Смотрите, здесь несколько главных таких вот вещей. Я даже подчеркнул. Проходя. Проходя. Долину. Они не живут в долине. Они не сидят в долине. Они проходят долину. Но эти блаженные люди, прежде всего, они увидели, что сила не во мне, не в моих возможностях. Они понимают, что со мною Бог Иисус. И что мне нужно делать? Не сидеть сама, как бы сожалеть. Ну, надо проходить эту долину. Дашь долину Плача. Проходя. Иди, выходите из нее. Почему? Потому что, проходя, ты сможешь выйти. Но во время этой долины что-то может произойти. Открываются источники. Открываются мозги. Открывается сердце. Открывается креативити. Открывается помазание. Открывается рост. Открывается мудрость. Открываются многие источники, которые Бог вложил в нас. Именно в долине Плача. И потом в результате приходит, что? Благословение. И потом в конечном итоге человек переходит с одной силой своих возможностей. На новый уровень. Новый уровень. Новый уровень. Когда? В долине Плача. Проходя. Открываешь источник. И ты поднимаешься на новый уровень. Уильям Бус. Основатель Салвейшн Армии. Армии спасения. В Англии. Когда они послали своего человека в Америку. Для того, чтобы он открывал здесь Салвейшн Армии. Он приехал. И потом пишет телеграмму назад своему боссу. Своему основателю. Говорит, слушай. В Америке попробовал все. Говорит, я пытался их евангелизировать. Люди не отвечают. Говорит, я пытался играть им песни. А им не надо это. Я им пытался сценки разные ставить. И им тоже это не надо. Говорит, я все попытался сделать, чтобы достичь этот народ там. И похоже, что им ничего не надо. В ответ Уильям Бус пишет такое два слова. Попробуй рыдание. И все. После этого служение его пошло подниматься вверх. Все начало двигаться дальше. И мысль здесь какую я вижу. Сегодня мы понимаем в том, что есть сила в радости. Правильно? Когда мы радуемся, торжествуем в победе. Ходим пред Богом. Когда мы побеждаем какие-то сложности своей радостью. Но есть момент, когда мы спускаемся в долину плача. И it's okay to weep and cry. It's okay. Иногда нужно пройти эту долину. И в Еврея, в 5 главе, седьмым стихом Иисус написано. В одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Сегодня, что мы можем из этого извлечь? Это то, что сегодня есть горы, есть долины. Каждый человек проходит какую-то долину в своей жизни. Но сегодня, если мы научимся использовать каждую долину правильно, каждую долину правильно, мы станем сильнее, мы станем благословений, мы станем мудрее. Откроются источники, помазание увеличится, в жизни придет реальное откровение. Ни один сегодня успешный человек не прошел жизнь без долин. Ни один. Если вы поговорите с любым человеком, вы увидите, что в каждого человека, который в жизни набрался ума разума, в жизни что-то смог сделать, он прошел долины, он смог выйти из долины. Он смог выйти из нее, победить, не остаться жить там, сожалеть. Он кричал, он, может быть, плакал, он рыдал, он бился, он стучал, но в конечном итоге он вышел. Почему? Потому что это часть закалки. Endurance. И интересный еще один был момент, когда во время жизни Елисея они были также еще в одной долине, и долина, в которой тоже была война, и он говорит, Господи, что мне делать, скажи мне слово. И Елисей говорит, позовите мне гуслиста. Гуслист сел, начал играть, и пришел ответ от Господа, что им нужно делать в долине. Помните эту историю? Он сказал, иди копай ямы. Иди копай ямы. Он сказал, иди рвы за рвами делай. Ибо так, говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий крупный скот ваш. Что делать в долине? Копать. Что делать в долине? Копать. Как долго, как глубоко, пока докопаешься до камня, на котором будет строиться твоя жизнь. Иисус, Эммануил, с нами, камень. Пока ты докопался, вот копай, копай столько много, сколько хочешь благословения. Если ты хочешь много благословения, копай, копай. Господи, как копать? Открывай Библию, молись, полюби ее, кричи, вопи, ищи Бога, стучи к Нему, наслаждайся им, говори все, что ты думаешь о нем, ему, о себе, о жизни. Копай, не будь поверхностным, глубоко в Иисусе Христе. Он Эммануил, Он с нами. Он нас привел, и Он нас выведет с любой долины. Аминь. Закройте ваши глаза, склоните ваши головы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok